Привет всем, вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич и сегодня мы немного коснемся тех изменений к спецзакону о помощи гражданам Украины, которые на данный момент еще находятся на рассмотрении. Вы подписывайтесь на канал, а я рассказываю. Начинаем. Итак, мы знаем, что в данных поправках есть пункт, который гласит, что украинские беженцы, которые проживают в местах массового размещения, свыше какого-то определенного времени должны участвовать в оплате за свое проживание. Но принятые положения не совместимы с директивой ЕС о временной защите. Итак, Ассоциация правового вмешательства СИП подала жалобу в Европейскую комиссию в отношении, в частности, только что принятых сеймом правил, обязывающих беженцев, проживающих в местах коллективного проживания, участвовать в расходах на проживание. Эксперты объясняют это тем, что такие места являются убежищами во время кризиса и, как правило, обычно обеспечивают достаточно низкий уровень жизни. Это базовая гуманитарная помощь, которая не может быть оплачена или ограничена во времени. Именно так объясняет адвокат Малгажата Язвинская из СИП. Хочу напомнить вам эту поправку. Там говорится о том, что украинцы, которые проживают в местах массового размещения свыше 120 дней, должны оплачивать за свое размещение до 40 злотых в сутки. А те украинцы, которые проживают свыше 180 дней, должны оплачивать до 60 злотых в сутки. Ну и также есть люди, которые принадлежат к уязвимым категориям, которые не будут оплачивать данные расходы. Также в данном проекте есть такой достаточно спорный пункт, который предполагает отмену возможности пребывания иностранцев на продленных документах, на ковидных продленных документах на территории Польши. То есть эпидемия будет продлеваться, но сам вот этот момент, что иностранцы могут пребывать на территории Польши на продленных ковидных документах, его хотят убрать. То есть как получается, на момент начала эпидемии люди находились в Польше на законных основаниях. И по идее они должны находиться на таких же законных основаниях до конца эпидемии. Но благодаря этой поправке этого может не случиться, потому что вот этот пункт о продленных документах хотят потихонечку убрать из продления пандемии. Вот такая ситуация на сегодняшний день. На данный момент нам остается только следить за развитием ситуации. И если закон будет принят, я обязательно сообщу вам на своем канале. Это вся информация, которую я хотела бы с вами поделиться на сегодня. Не забывайте оставлять свои реакции и комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь видео в своих социальных сетях. Пока!